МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже все с вами два раза падали, и третий раз нам падать непростительно, стыдно. Для этого есть всегда ключевое звено, за которое надо вцепиться, чтобы вытащить. Таким звеном является народные предприятия. Они за последние 10 лет в 3-5 раз увеличили объем производства, не бросили свои коллективы, они вышли на мировые рынки, они конкурентоспособны, они солидарны, а их форма собственности, организации труда соответствует тысячелетней истории нашего коллективного общинного крестьянского хозяйства, советской эпохи. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы вы показали этот опыт. Мы подготовили целую серию фильмов об их опыте. Добейтесь, чтобы ваши редакции показали этот опыт. Это нужно и вам, и вашим детям, и вашим семьям, и нам нужно всей стране, чтобы она мирно преодолела эту сложную ситуацию. Если кого это не убеждает, посмотрите еще раз на события на Украине. И вы поймете, что нас ждет, если мы вовремя не примем очень важные решения. Уважаемые товарищи, вот мы сегодня в докладе слышали те великолепные результаты. По всему комплексу хозяйственному, отраслевые направления все были затронты. И с точки зрения социальной, и с точки зрения производственной, и воловой продукции наших народных предприятий, государственных, кооперативных. И вы представьте, если бы государство убрало все те горы припонов, начиная от коррупции, рейдерства, а торговой мафии, о чем говорил убедительно Таранин Виктор Иванович, как бы действовали наши вот эти предприятия. Вот тот бизнес, та золотая элита, ориентированная на родину, ориентированная на людей, на свою страну, готовая зарабатывать, готовая защищать интересы родины. Вот на всех этих системных направлениях и работает сегодня Компартия Российской Федерации под руководством нашего председателя. Макроэкономический уровень. Что мы предлагаем вместе с народными предприятиями и со всем тем комплексом коллективных хозяйств, малого, среднего бизнеса? Мы предлагаем с инфляцией бороться производством товаров, потребления в первую очередь, а не как предлагает сегодняшнее правительство с сжатием денежной массы. Мы выстроили целую программу, как монетизировать ВВП, как решить главные проблемы с точки зрения дать динамику движения внутреннему рынку нашей большущей страны. Мы хотим на этом же уровне добиться сегодня высокого передела производимой продукции, в том числе и тех сырьевых богатств, которыми располагает наша Родина. Что касается непосредственно тактических систем, они тоже в партийном программном документе отработаны. Мы должны уйти от зависимости финансово-кредитной системы, от ФРС, о чем говорил уже Енадий Андреевич. Мы должны навести порядок, государственный народный контроль за валютными резервами. Мы должны создать бюджет развития, а не выживания. За счет принятия наших базовых законов. Повторю, это и прогрессивный налог, это монополия на спирт, на табах, это девшеризация. Надо эти 2 триллиона, которые за 20 лет вывезли из страны, возвращать. Возвращать сюда. Для народа, для страны, который ограблен. И страна, и народ ограблены. Мы за то, чтобы каждый год 50-60 миллиардов долларов через девшеризацию приходили в страну, это приличные деньги. Природная рента, она также должна работать на страну, на народ. И тогда мы добавляем спокойно 13-14 триллионов рублей. Мы создаем бюджет развития. И в этом бюджете развития народные предприятия, как и другие предприятия, акционерные общества, в первую очередь агропромышленный комплекс, наша промышленность, которая должна восстановиться, и сельхозмашиностроение, и все, что связано с электроникой, должны получить второе дыхание. Мы возвращаем в социальную сферу. Все, что связано с бесплатным образованием, все, что связано с бесплатным здравоохранением. Вот в этом суть нашей программы, вот в этом сегодня еще и еще раз выход из кризисной проблемы, а не в том, чтобы распродать и приватизировать последнее, как предлагает правительство. Я из два года совхозу имени Ленина уже сто лет. Я тут слушал Геннадия Андреевича сегодня, и тут такая миссия пришла в голову. А вы понимаете, что сто лет назад говорили землю крестьянам, паблики рабочим, а вся власть советовала. По идее, народное предприятие – это как раз тот самый, о чем говорил сто лет назад Ленин. О том, что надо вернуть все обратно. Потому что если кто-то думает, что «Газпром народное достояние», то это абсолютно неправда. Народное достояние не будет покупать заграничные футбольные клубы и вкладывать туда бешеные деньги. Платить зарплоту себе любимым, чтобы одновременно всех оставить без газа или цены поставить такие на газ, что жить станет невозможно. И сегодня Вадим Владимирович Патносский, он только что вернулся из Белоруссии. Я ему спрашиваю, правда, что белорусы в кризис решили уменьшить вдвое коммунальные платежи для всех? Он говорит, да. Президент дал такую команду. А у нас власть, в отличие от белорусской, повышает сборы на капитальный ремонт, акцизы и пытается за счет людей выйти из этой, скажем так, совершенно кризисной ситуации, хотя она не называет ее кризисом. И вот все действия, если вы слышали, вчера лидер одной из партий, премьер-министр, стал говорить, что, знаете, я доведу минимальный проживательный мир до 7,5 тысяч рублей. Кто на 7,5 тысяч, это минимальный размер оплаты труда, может прожить в этой стране? И одновременно, я понимаю прекрасно, что то, что Геннадий Ильич не говорил, о том, что может спасти, что нужно народным предприятиям, чтобы развиваться, это абсолютно правильно. Я бы еще добавил то, что всегда писали коммунистическая партия Советского Союза в своих программных двумях. Первым пунктом было повышение материального благосостояния народа. Мы можем производить качественную продукцию, ее очень много можем производить, но если у людей нет денег, если нет дохода у населения, то зачем все это производить? Когда у нас люди едва дотягивают до следующей пенсии, то я думаю, государству нужно точно менять экономический курс. И вот все, что сегодня говорилось на пленуме, говорилось на Роском экономическом форуме, говорилось на всесоюзном съезде трудовых коллективов, все это необходимо претворять в жизнь. Я думаю, что если в ближайшее время мы не изменим курс, не сделаем левый поворот, как Геннадий Ильич говорит, мы окажемся в ситуации как раз ровно 100-летней давности, когда революционные массы выйдут на улицу. Иван Иванович, у нас самое крупное хозяйство, агрохолдинг, который на европейском конкурсе представили 24 вида мясной продукции. В условиях этого он получил все золотые и серебряные медали и главный кубок. Когда немец, руководитель этой комиссии, узнал, что выиграла Россия, да еще выиграли коммунисты, да еще выиграл Казанков, он говорит, в оморок там упал. Это, конечно, правильно. Мы от начала до конца всегда были с народом, не на один день с конторы не снимали наш красный флаг серпом молотом и так и продолжали работать. Было очень трудно. Сначала я думал, останусь при государстве, легче будет. Но когда новый президент пришел в республику, Маркелов, он первое, что сказал, как у тебя срок кончится, депутатство в Госдуме. Через три дня я тебя посажу и хозяйство отберу. И с этого момента мы начали акционироваться, и появился СПК Венеговский. Иначе бы мы остались при государстве, ничего не требует замен. Но сейчас мы уже обратно не можем. Если бы по нашему пути и поддерживая... У нас республика Мариел, она маленькая. Там можно было создавать хорошие комплексы и обеспечить весь народ работой. Но нашему руководству республики ничего не надо. Деньги отмывать, поля зарастают березой. И в итоге мне пришлось взять в Татарстане одно хозяйство, где я родился. Там совершенно другое отношение. И это хозяйство, то, что является народным, там все то, что у нас есть, все делается, тоже в одной из лучших хозяйств Татарстана. У нас 192 тысячи голов свиней. Для этого более 100 тысяч тонн зерна надо. Более 15 тысяч крупно-рогатого скота. И 2,5 тысячи лошадей. На это очень большие площади нужны. Я обратился опять не в нашу республику, а именно Рустаму Нургалевичу. И говорю дополнительно нужной земли. Ну, конечно, он лучше хозяйства не даст. И нам одно из разваленных хозяйств сейчас дал. Мы его назвали народным предприятием Алексеевское. Хотя неделю назад только купили, мы водрузили наш флаг серпом, это союз рабочих и крестьян. Так оно и дальше будет. Если дальше поддержат нас, мы переговоры ведем в Татарстане сделать агрогородок, как вот Белоруссия, мы будем дальше продолжать так же работать. Спасибо. Ну, наше хозяйство не такое большое, как у Ивана Ивановича, да, но оно имеет глубокие корни общинные. Оно начинает свое создание с помещичьих земель. И наш офис, как модно сегодня, или правление, размещается в помещении принадлежащей помещицы Тарасовой. И до сегодняшнего дня мы прошли большую школу трудового воспитания, освоения земель Северного Кавказа, освоения и укрепления государства российского. Когда прошел развал великой страны, я принял это как троедию. И когда стал вопрос, чем я займусь, когда стали реформировать колхозы и совхозы, была возможность на халяву прохватить чего-то и жить припевающе. Мне как-то стыдно стало перед народом, чтобы они увидели завтра в моем лице кулака бывшего коммуниста, секретарем партийного комитета, мне стало стыдно. Я пошел на сохранение этого хозяйства. И вы знаете, я очень благодарен своему народу, который разделил со мной эту боль утраты нашего государства, который стал поддерживать во всем и мы сохранили хозяйство в том виде, когда у нас создавалось. у нас колхоз принадлежит народу. Каждый человек имеет право голоса, выбирает и может быть избран. Это очень большое понятие. И когда мы сегодня ищем партия и страна и правительство ищет выход из положения, и мы коммунисты предлагаем сегодня выход из этого положения, я думаю, надо многим задуматься над этим. С Пантелеем мы отбивали Кировский легендарный завод от таких же бандитов. Директор там погиб, к сожалению и счастью. Сын продолжил работу. На этом предприятии за последние годы мы впервые в стране установили новый конвейер по производству супертракторов. Полная локализация, делаем все сами, не уступает ни европейским, ни американским, на треть дешевле. Сейчас у нас завален завод с заявками на новый трактор. При поддержке активной фракции КПРФ Геннадия Андреевича усилием коллектива смог утроить производство, подчерпываю, за два года утроить производство, освоить и подготовить уже к Сирии абсолютно новую модель трактора. И вот самое главное, что удивляет, почему же нельзя этот опыт передовой распространить на всю Россию. Думаю, здесь ответ ясен. Если мы хотим независимую страну, нужно срочно менять экономический курс. И после этого задаешься вопросом, кого мы должны поддерживать. Я думаю, ответ коллектива здесь абсолютно ясен. Мы хотим достойно жить и хорошо работать. Спасибо. Спасибо.